Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают С начала 90-х левое движение в стране и мире было в глубоком андеграунде Мысль не развивалась, приток свежей крови был слаб После крушения СССР вся мощь пропаганды большей части стран на планете Усиленно трубила о несостоятельности коммунизма и марксизма Левые, нормальные левые, выступающие за реальные права трудящихся Оказались натуральными изгоями Всех постигло разочарование вследствие неудачи И вот в таких условиях наружу полезли те, кого Владимир Ильич Ленин называл нехорошими словами вроде термина «оппортунисты» Всяческие фрики типа нацболов, ведических коммунистов Ничем никогда не отличались, да и сейчас не отличаются от тех же монархистов, царебожников, плоскоземельщиков, адептов святого Путина Это люди, отрицающие наработки научной и философской мысли в пользу построения неких идеальных конструкций Которые должны быть лучше реальных Не построился коммунизм в СССР, давайте скрестим его с христианством и помажем на царство текущего президента Буржуазная Россия у мировой параши, давайте вернем ей царей и все вдруг само собой изменится Разницы никакой, одна и та же фигня Альтернативу фрикам всех мастей составляли крошечные маргинальные группки озлобленных, затравленных, осмеянных марксистов Ностальгирующих по СССР обывателей Или вообще сталинистов Ну и конечно жалкие реформисты СКПРФ Ручные, беззубые, типа левые, к настоящему моменту вообще не воспринимаемые всерьез никем Но тогда ими даже пугали народ на выборах Почему же всех этих людей можно назвать оппортунистами? Да потому что они цепляются за второстепенные вещи И никак не собираются решать главный системный вопрос борьбы за права людей Вопрос собственности на средства производства Одним интересны игры в Сталинберии ГУЛАГ Другим за державу обидно Третий хотят ввести гарантированный доход для каждого гражданина буржуазного государства Четвертый борется с пиндосской гейской угрозой Пятый вообще защищают красных олигархов от рейдерских захватов и так далее И никто из них не намеревается вести борьбу с буржуазной системой Только следствие, только возможность заниматься какой-то деятельностью Продлевать свое существование и получать гешефт Сохраняя видимость актуальности Весь этот цирк к концу двухтысячных выродился в такую модную контркультуру Как раз к 2010-му стало модно использовать красную риторику Требовать усиление государства Улучшение мер социальной защиты Вспоминать эффективного менеджера Сталина И все такое Объявить себя коммунякой К началу нынешнего десятилетия Было все равно, что стать панком в 70-е Вместо идеологии это обывательский протест против системы Не несущей конкретики Не деятельный Не результативный Целиком уходящий в самовыражение Левые превратились в андеграунд-субкультуру Со своим жаргоном и конкретными фэндомами Типа поклонников Гоблина Проводились даже кроссоверы со всяческими Лоялистами, имперцами, евразийцами Вспомните поклонный митинг Ну а потом случилось обострение империалистических конфликтов И Россия показала Зубки как капиталистическое государство Первая волна эйфории, от левых которым за державу обидно Схлынуло до смешного быстро Когда мечты, что мы вот сейчас всем русским миром землю в Гренаде крестьянам отдадим Разбились о реалии конфликта на Донбассе С его попытками слепить из народных республик пошлейшие лимитрофы Об игры в любовь и ненависть с турками О признании киевского режима О попытке подлизаться к Трампу Ну а потом и вовсе пошла жара прекраснейших реформ Именно на этом фоне, после десятилетий унылого смирения В общественной мысли что-то хрустнуло И левые идеи перестали быть фу-фу-фу сами по себе Появилась молодежь, которой не особо интересны были концерты эзотерических красных панков Болото левого андеграунда всколыхнулось Сейчас левое движение в России находится по сути в состоянии детства Еще велико влияние фрик-культуры, выстроенной со времен Ельцина Еще нет четкого разделения на основные течения Еще продолжают хождения оппортунистические идеи У многих идут сбои мышления Вот и появляются все новые и новые кретины Типа любителей заявлять, что в СССР все молились, постились и слушали сводки информбюро Путая коммунизм с шариатом, а советские порядки с домостроем Есть и просто болтуны типа Кургиняна с его невнятной метафизикой Призванной впечатлить людей не шибко грамотных, но интересующихся сложными взрослыми словами Типа Эгрегора и завороженных могучими нематериальными силами Этакая битва экстрасенсов от идеологии Есть вообще мамкины сталинисты и диванные нытики, о которых на канале уже многое было сказано Да и сами молодые левые из нового поколения пока что находятся в процессе становления И вот в этой ситуации, схожей с появлением первых марксистских кружков С осмыслением опыта утопистов и первых коммун Предлагается сплотиться со всеми подряд Зачем? А главное как? Как вы предлагаете материалистам сплотиться с эзотериками? Как предлагаете людям, осознающим необходимость коренных преобразований в обществе Сплотиться с реформистами и некачателями лодок? В конце концов, как предлагаете людям, понимающим диалектику базиса и надстройки Объединяться с борцунами против спаивающих народ злых жидов И ненавистниками буржуйских обоев, зомбирующих детей Это не только нелогично, это вредно, потому что тянет назад В субкультурное фричество, из которого еще не до конца вылезли Именно сейчас куда полезнее решительно размежеваться с рудиментами Нанесенные левому движению травмы Послать буржуазных феминисток, борцов за права ЛГБТ, красных консерваторов, православных сталинистов, злобствующих люмпинов, конспирологов, стригущих бабло мошенников И, конечно же, тех, для кого собственная левизна существует ради аналога селфи в инстаграме Прямо в гулаг, нахуй! Как известно, тот, кто шибче всех машет флагом, первый его бросит и убежит в случае опасности Твои убеждения не должны быть лично про тебя, потому что тогда ты не сможешь быть личностью с убеждениями Куда полезнее переругаться сейчас и каждому вскрыть свое нутро, нежели потом это делать в обстановке коренных перемен Лучше сейчас спорить с мышкой и клавиатурой под рукой, чем потом с винтовкой Лучше сейчас понять, кто хочет коммунизм строить и в космос летать, а кто потом будет миллионы доносов писать и хэви-метал запрещать И нет, я не претендую на роль судьи, выносящего вердикт, какой левый правильный, какой нет Сейчас разговор не о том, я просто напоминаю, что массовость и солидаризм не та цель, которую стоит для себя выбирать, пока еще решается, с чем быть солидарными Нас всех, и левых, и правых, ждут интереснейшие пертурбации, поэтому важно следить, не превратишься ли ты в процессе, в свою противоположность Какие вот дела, детка? Привет, богиня Яхмед! Субтитры создавал DimaTorzok